Друзья, просят Спеть любой фрагмент Норд-Оста Вы знаете, с тех пор, как мы с моими товарищами Моими любимыми друзьями Артистами Норд-Оста, премьерного состава К которому я тоже имею честь принадлежать Мы сделали программу концертную Мы сделали концертную версию мюзикла Норд-Ост Я перестала петь на своих концертах что-то из этого мюзикла Потому что у вас есть возможность услышать живьем Это буквально 2 января Но уже нет, конечно То есть если вы билеты не взяли, то уже не возьмете Но мы время от времени все-таки выступаем И приходите послушать спектакль практически целиком Какие-то просьбы мы обязательно исполним А начнем мы с распевочки Моей душе покоя нет Весь день я жду кого-то Без сна встречаю я рассвет И все из-за кого-то Со мною нет кого-то Ах, где найти кого-то Могу весь мир я обойти Чтобы найти кого-то Чтобы найти кого-то Могу весь мир я обойти Увы хранящее любовь Неведомые силы Пусть не вреди вернется вновь Ко мне мой кто-то милый Со мною нет кого-то, мне грустно от чего-то Клянусь, я все бы отдала на свете для кого-то На свете для кого-то Клянусь, я все бы отдала И еще один кинохит, который звучал в фильме «Пять вечеров» Юлий Ким написал эту песню Губы окаянные, думы потаенные Бестолковая любовь, головка забубенная Бестолковая любовь, головка забубенная Все вы губы помните Все вы думы знаете И да чего ж вы, да мое сердце Этим огорчаете Да чего ж вы, да мое сердце Этим огорчаете Позову я голубя Позову я сизового И пошлю дроличеки письмо Да мы начнем все с изнава Пошлю дроличеки письмо Да мы начнем все с изнава Губы окаянные Думы потаенные Бестолковая любовь, головка забубенная Бестолковая любовь, головка забубенная Кто-то обозвал, помнится, эту песню русской народной Но на самом деле это типичный мещанский романс Есть на свете еще один замечательный мещанский романс Который очень хорошо бы звучал в устах какой-нибудь Агафьи Тихоновны Или какой-нибудь любой героиня Островского Который написала Лена Казанцева Выдающийся русский поэт из города Минска Я очень горжусь дружбой с Леной Потому что благодаря этой дружбе Мне посчастливилось войти в историю русской литературы Лена посвятила мне два стихотворения Одно из них довольно знаменито Она написала его, когда была проездом из Самары в Минск Останавливалась у меня в Москве И ночевала она на таком свежекупленном, огромном, необычайной красоты Надувном матрасе Она проснулась, значит, на этом матрасе Такая вдохновленная Потребовала перо, чернила, бумагу Вдохновленная И без единой вообще помарочки написала абсолютно ровным почерком Следующее стихотворение с эпиграфом «Твой матрас меня потряс» Лида купила двуспальный матрас Чтобы поехать на юг Вместе с матрасом уедет от нас верный и преданный друг Если тихонечко этот матрас гвоздиком ночью проткнуть Может, она не уедет от нас Может, захочет вернуть этот матрас навсегда в магазин Пусть принимают старье Где-то на юге заплачет грузин Так и не встретив ее Лена Казанцева очень правдивый художник Она пишет только о том, что точно знает А матрасы, между прочим, в ее творчестве Это очень важный образ Он фигурирует довольно часто в ее поэзии Есть у нее чудное стихотворение «Я скучаю на матрасе, лежа Что-то не идет ко мне, Алеша» Ее коллеги Барды спрашивают «Почему, Лена, скажи, пожалуйста, Алеша?» Если рифма «Сережа» Она говорит «Так ведь Алеша был» Ну, нечего возразить Алеша действительно, наверное, какой-то был Потому что именно ему И посвящен этот самый Выдающийся мещанский роман С которым мы сейчас, наконец, и споем Я тоскую одна денешенька Догорают в окне небеса На извозчике едет Алешенька У него голубые глаза На извозчике едет Алешенька Неизвестно куда и зачем Я тоскую одна денешенька Даже белого хлеба не ем Извозчик в тулупе и валенках Погоняет лихого коня Я любила и старых, и маленьких Но никто не полюбит меня Я тоскую одна денешенька Я тоскую одна денешенька Догорают в окне небеса На извозчике едет Алешенька У него голубые глаза На извозчике едет Алешенька У него голубые глаза Сейчас мы выполним одну просьбу Михаил Щербаков Спит гавана, спят афины Спят осенние цветы В черном море спят дельфины В белом море спят киты И подбитая собака Улеглась под сонный куст И собаке снятся знаки зодиака Сладковатые на вкус Тара-ра-ра, гаснет рамка Гаснет лампу у ворот День уходит, ночь приходит Все проходит, все пройдет Путь не длинный, не короткий По свист плетки Запах водки Кратковременный ночлег Скрипы сосен, корабель Схрипы песен, колыбель Дальний бег, прошлый век И поезд туман горячий На незрячих фонарях И поет певец Бродячий о далеких островах О базуриках фортовых О буханской чайханях И о грущитых фортовых И немного обо мне И о том, что кто-то бродит Ищет счастья, не найдет И о том, что все проходит Все проходит, все пройдет Век прошел, у нас все тоже Ночь прошла, прошел Прохожий, путь не кдашь За хрома смог певец Ушла собака Только знаки зодиака До дождинок похрома День уходит, ночь приходит Все проходит, все проходит Все проходит, все пройдет Алексей Тимотков Здесь можно хольщика прямой на голос И еще больше Это ангельская арфа Между нами связи нет никакой Даже не фокусник может Провести между нами рукой И подтвердить, что связи нет никакой Или что-то теплится остывая Углек ворочится во сне Все это только видимость Видимая извне А между нами видимость нулевая Нечего сказать, связать, развить, исправить Иллюзионист Иллюзионист вяжет узелок на память Нечего сказать, порвать, разбить, разбавить Иллюзионист вяжет узелок на память Между нами нет никакой связи Между нами связи нет никакой Даже не фокусник может Провести между нами рукой И подтвердить, что связи нет никакой Связи нет никакой Связи нет никакой АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ты же не слышишь меня вообще? Кстати, вот сейчас я уже много раз себя ловлю на мысли… Связи нет никакой Недостатки Обратить в достоинство Это тоже черта характера Прекрасная, на мой взгляд Я не очень хорошо вижу Но, знаете, зато не теряю Красоты окружающего меня мира Ну, ощущения, по крайней мере Смотрю, женщины прекрасные Я молод Чего, собственно Зря время терять Это я К тому, что фразу вспомнил Из кинофильма И слышу не очень хорошо Но, между прочим Слыву прекрасным собеседником Потому что я уже давно понял Что лучше улыбаться и кивать в ответ И ты, в общем, всегда Как-то Будешь приятным В общении человека Ну и Лида попросила вспомнить эту историю Однажды Я поднимался утром на репетицию Ехал на метро Алексеевское Там длинный такой эскалатор И я уже задремал Пока В общем Пока ехал А там все время идет реклама какая-то И она вот если Реклама это звучит И если физически этот процесс Представлять себе Как он проникает сквозь мой организм Вот такая вот тоненькая ниточка Она в одно ухо входит В другое Выходит совершенно нетронутая И в общем мы друг другу не мешаем И вдруг какая-то есть фраз Она все-таки вот заставила меня Зацепиться И я вот этот кусочек этой веревочки Которую все-таки Успел ухватить Как бы Считал заново Как магнитофонную пленку И услышал Следующую фразу Которая в общем Меня очень заинтересовала Уважаемые москвичи И гости столицы Электрик и повар Дыкин Доводит до вашего сведения Я думаю Дядька крут Мало того что Набор профессий какой-то у него такой Ну не как у всех Так он еще И доводит до нашего сведения Чего-то в метро Вот этот вот Электрик и повар Дыкин Я так заинтересовался Думаю Чего же там О чем предупреждает человек С таким набором профессий Не поленился Спустился вниз Опять и уже ушки на макушке И Каково же было Мое разочарование Когда я услышал что Электродепо Владыкина Но При всем при том Недавно у меня Был концерт Посвященный юбилею В дом жюри И Мои друзья Нашли его Нашли таки человека Который Он правда не электрик Но повар И по фамилии Дыкин И он даже подарил мне Свою книжку 500 рецептов из грибов Да Видите Вот так вот Удивительным образом Реализуются наши Какие-то фантазии Потому что Как иначе Назовешь это Продолжим Или еще Недостатки надо обсудить Нет Ну Сажим вот По поводу Лида говорит Это старейший укулелист Я всегда говорю Блестящий Блестящий Это заметно А вот У нас еще старейший Всегда поспорить Берусь А блестящий Ну Тут не скроешь Что да То да И вот однажды Я оказался в кресле Гремерши Как-то мы были На телевидении И она Такая Простая женщина Говорит О У вас много лица А много лица И мало волос Я сразу говорю Как Говорят в Одессе Две большие разницы Или четыре маленькие Ну и в общем Тоже как-то Не переживаю И в общем Все хорошо Чего и вам Желаю Хочется за это выпить Вместе с вами Когда-нибудь Потом С наступающим Новым годом Еще одну просьбу Выполним Памяти всех Михаил Щербаков На музыку Нина Рота Сколько с нами Всего происходит Поехали Что в чужом краю Что в отчем На высоком Небосводе Не увидишь Ты алмазов Да и кто их Видел Впрочем При какой Такой погоде Счастье Каприз Надаль Тревожно А жизнь Она и вовсе Одна Второй Не будет Рим С собой Взять Не можно Помаяч Пока что Возле Папа Римский Не судит Рим Нисколько Не в упадке Он щебечет И хлопочет На расхват Идут напитки Курс Порядки Биржевой Люд Эти башни Глазами Серьезными Своими Моргают Так прелестно Мы умрем Чурту с нами А вот что случится С ними Совершенно неизвестно На скамейке Ренессансной У античного Забор Не забудь Что ехать Скоро И бесед Не проводи Что там За архитектурой Синьорина Что за флора Там Синьор Не твоя Печаль Приятель Погулял И проходи В свой Черед Коснется Слуха Тот Сигнал Волторны Строгой Что вязать Велит Пожитки Ни пера Тебе Ни пуха Так Не перед Дорогой Влажный Рассвет Тебе Разбудит Партия Ключами Щелкнет А дальше Как придется Жизнь Одна Второй Не будет Но пока Волторна Смолкнет Колокольчик Распоется Жизнь Одна Второй Не будет Но пока Волторна Смолкнет Колокольчик Распоется Распоется Еще одну Просьбу Выполняем Владимир Музыкантов Песня Называется Перечитывай Северянина В этом году Володя 60 лет 60 лет Надо же Помнишь Это было у моря Это было у моря Где колючий циклон Где у самого неба Зажигалась моя Пели Кувыргались В приборе Убивались покоем Любовались собою Занимались любовью Дорогая моя От развесистой Чинары Журы-муры Тары-бары Я на пляже Рок-энд-лог До ливерпульских Рок-н-рог Где ты Черноморское лето Поманила и нету Рассчитаю минуты До сезона полета От сезона дождей Помни Обязательно Помни Нашу летнюю сказку Помни Южную ласку Помни Яркую краску Помни Добрых друзей От развесистой Чинары Журы-муры Тары-бары Я на пляже Рок-энд-лог До ливерпульских Рок-н-рог Я понимаю Что судьбу Не угадать Ты улетела Далеко И не видать Где ты Сеешь яркой кометы Но в море Наши монеты И мы вернемся Сюда Помни Это было У моря Это было У моря Где ажурная пена Где встречается Редко Городской Экипаж Нас попросили спеть Песню Алисы Владимира Семеновича Высоцкого Из его Музыкальной сказки Знаменитой А мы ее И не помним Но мы Высоцкого Обязательно споем Тем более что Грядут же Юбилеи Как всегда Помните Дивный фильм Замечательный Дивный фильм Опасные гастроли Там такая история Из Петербурга В Одессу Приезжает Труппа Театральная Труппа Варьете Они приезжают Под видом того Что они собираются Театр Варьете В Одессе Организовать А на самом деле Собирают деньги На терроризм Ну на революцию Тогда на революцию Тогда на революцию Дамы, господа Других не вижу здесь Блеск, изыск И общество Прелестный Сотвори, Господь Хоть пятьдесят Одесс Все равно В Одессе Будет тесно Говорят Что здесь бывало Королева из Непала И какой-то Крупный лорд Из Эдинбурга И отсюда Много ближе До Берлина И Парижа Чем из дожи Самого Санкт-Петербурга Вот приехал В город Меценат И крест Весь в деньгах С задатками Повесы Если Будум с гонором То будет Бес Шон Вступив По улицам Одессы Нет прохода Здесь Клянусь Вам От любителей Искусства И об этом Много раз Писали В прессе Если в Англии Штатах Недостаток В меценатах Пусть приедут Позаимствуют В Одессе Грузчики В порту Которым Равных Нет Отдыхают С баснями Крылова Если вы Чуть-чуть Художник И поэт Вас поймут В Одессе С полуслова Из подробностей Пеканных Две Мужчин Столь элегантных В целом Свете Вряд ли Встретить Бы Смогли Вы Ну а Женщины Одессы Все скромны Все поэтессы Все умны А в кроем Случай Красивы Все в Одессе Море песни Портбульвар И много лестниц Травы устрец Акации Безот Шанте Да наш город Процветает Но в Одессе Не хватает Самой малости Театра В Риете Он существует Только в записи Пока И то В секретной Скоро у нас будет Новый диск Где будет Вот эта песня Это будет весной Во-первых Подстроиться Надо Это же Какое-то время Займет уже Булата Куджала В склянке Темного стекла Из-под импортного пива Роза красная цвела Горда и нетороплила Исторический роман Сочинял я понемногу Провираясь Как в туман От пролога К эпилогу Каждый пишет Как он слышит Каждый слышит Как он дышит Как он дышит Как и пишет Не стараясь Угодить Так природа Захотела Почему Не наше дело Для чего Не надо Судить Были Дали Голубы Было Вымыслов Избытки И Собственной Судьбы Я Выдергивал По нитке В путь Героев Снаряжал Наводил О прошлом Справки И Поручиком В отставке Сам себя Воображал Каждый Пишет Как он Слышит Каждый Слышит Как он Дышит Как он Дышит Так и пишет Не стараясь Угодить Так природа Захотела Почему Не наше дело Для чего Не надо Судить Вымысел Не есть Обман Замысел Еще не Точка Дайте Дописать Роман До последнего Листочка И Пока Еще Жива Роза Красная В бутылке Кидайте Выкрикнуть Слова Что Давно Лежат В копилке Каждый Пишет Как он Слышит Каждый Слышит Как он Дышит Как он Дышит Так и пишет Не стараясь Угодить Так природа Захотела Почему Не наше дело Для чего Не надо Судить С детских лет Поверил я Что от всех болезней Капель датского короля Не найти болезни И с тех пор Горит во мне Огонек Той Вер Капель датского короля Пейте Кавалеры Капель датского короля Пейте Кавалеры Капель датского короля Или королевы Они крепче Чем вино Слаще Карамели И сильнее Клеветы Страха И холер Капель датского Капель датского Капель датского Кавалеры Брев орудий По свист пуль Звон штыков И сабель Растворяется легко В зоне этих капель Солнце мая Ртва Любовь И выше Нет Карьеры Капель датского Короля Пейте, кавалеры, капли датского короля Пейте, пейте, кавалеры Слава голову кружит, власть сердца щекочет Кружится на тому, кто встать над другим захочет Укрепляйте организм, принимайте меры Капли датского короля Пейте, кавалеры, капли датского короля Пейте, пейте, пейте Белый свет я обошел, но нигде на свете. Мне, представьте, не пришлось встретить капли эти. Если ж вам вдруг повезет, вы тогда безмерны. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пейте, пейте, пейте. Кавалер-гард и век недолг, и потому так сладоко. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель-звон. Еще ракочет голос струнный, но командир уже в седле. Не обещайте, деви, юной, любови вечной на земле. Не обещайте, деви, юной, любови вечной на земле. Напрасно мирные забавы продлить пытайтесь смеять. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как несладок мир под луны, лежит тревога на челе. Не обещайте, деви, юной, любови вечной на земле. Не обещайте, деви, юной, любови вечной на земле. Течет шампанской рекой, и взор туманца слегка. И все как будто по-другому, и все как будто на века. Крест деревянный и чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте, деви, юной, любови вечной на земле. Не обещайте, деви, юной, любови вечной на земле. Владимир Васильев. Владимир Васильев. Это наш один из любимейших авторов. А потом перейдем уже. Автор из города Харькова. Наш, да, очень хороший друг. Потрясающий талантливый поэт и композитор. Коротким взмахом руки в атаку двинул полки И поскакал в басурманские степи. И все, что он завещал, надежно внук защищал. И защитил кандидатскую степень. Мол, дед его избыли, морями крошку лил. Хотя за что и зачем, непонятно. И доказал сам себе, пробелы в каждой судьбе Являют самые светлые пятна. И в каждом светлом пятне Герой на белом коне По снегу скачет веселый и смелый И за спиной белый дым И ворон белый над ним и в небе Анки трубит белый-белый А вообще, Володя Васильев нам приятен тем, Что он относится к уникальным поэтам Которому не нужно много слов Для того, чтобы выразить емкие Какие-то парадоксальные, интересные мысли Сейчас мы вам спарим три романса И это не займет много времени Потому что каждый секунд по двадцать примерно Романс первый Вечером вы ожидали полковника Гром доносился военных музык Выдвинул челюсть комот на полкомнаты Высунув платья погряды и язык Сердце манило в объятья сладкий Разум в объятья того, что не мил Двинуло ящик божественной пяткой Лязгнул комот Язык прищемил Романс второй Под вечер, предвкушая водку Два утомленных скрипача Брели вонючую селедку За хвост колючий влача Селедка головой мотала И губы на бок своротив Романс негромко добивала Перевирая четя мотив О боже, как же я забыла И далеко не ночи его Но тут ей пылью рот забила И далеко не ничего И романс третий дидактический Говорят ему, брось читать муму Чай уже не махонький Вырос ушла пух Над губою пух В женихе пора По чужим дворам Только шум и гам Хихоньки да хахоньки Взял бы хоть топор Порубил дрова На траве двора И вообще, Егор Говорят в упор Глупые родители Надо все равно Знать бы хоть одно Дело до путя Он схватил топор И с тех самых пор Только его видели Не ругай муму Не пари муру Не кори дитя Еще одна Прелестная Миниатюра Володи Васильева Где Евгений Николаевич Будет петь сейчас Ну как петь Ну так петь Даже когда мы Он у нас принимает Участие ртом В записи дисков У нас на дисках Обычно там пишут Лидия Чваксарова Вокал Дмитрий Богданов Вокал Евгений Быков Голос Чтобы не было Я не загадываю Как получится Так и получится Владимир Васильев Пожалуйста Корабли на причалах Ржавеют от спячки Белошвики Царярные бачки И прачки Выбегают на берег Ладонь козырьком Где он суженый Ветром попутным брюхатый Облака лучевые Плывут как фрегаты Взглядом суженным Девы скребут Горизонт Никого В направлении Песчаных барханов Мимо них пронеслось Стадо диких мужланов Табаком Резким потом Густым Переговором В нос ударило Девы Воскликнули Срам Нам подобных Сокровищ Не надо И дар И пошли По пескам По следам Еще одна сказка Володя Васильева Очень тоже маленькая Называется «Царевна лягушка» Я всякий раз здесь У меня два эпиграфа Два эпиграфа Минут на 15 Песенка вот такая Нет, но они все Знаете, все очень Вот как-то все сошлось В одно Значит, старинная Русская народная Сказка про Ивана Царевича И лягушку Значит, более стрела Лягушка Находит ее Она ему Молвит человеческим голосом «Поцелуй мне Иван Царевич А девицей прекрасно Оборочусь» Поцеловал Иван Царевич Девица оборотилась И любовь у них такая Прямо Как в сказке До утра Одно дело Сказка Утром он просыпается Смотрит рядом Опять лягушка За лапку ее Удобная вещь Шли годы Ситуация повторилась Опять лягушка Опять молвит ему Человеческим голосом Поцелуй меня А он садится напротив И говорит ей Видите ли Лягушка В жизни каждого мужчины Наступает такой момент Когда ему нужна Просто Говорящая лягушка И Последнее Приобретение Вот я Смотрю Телевизор Удивляюсь Значит Ситуация Тоже самое Поцелуй мне Иван Царевич Я девицей прекрасно Оборачусь Поцеловал Иван Царевич Лягушку Обвернулась Однокрасной Девицей И обвинила Его в жестоком Обмощении С животными И в сексуальных Домогательствах Все А теперь Сама лягушка Из лягушки Она превращалась В девушку Ой Не доцеловал Кожа у нее Теперь зеленоватая Глаза чуть Навыкать А так Ничего Ты Не печалься Царевич Иванушка Говорит ему Девушка Это Ничего Что Спина У меня Пупырчатая Зато Ноги Прыгучие Эх Не доцеловал Опять же Опять же Тост Не оставляйте На будущий год То, что можно Сделать еще В этом Это К вам Мужчины Дабы Бежать Последствий Ну Самая знаменитая Сказка Володи Васильевой Это Конечно Песенка Ткачей Написанная Когда-то Им Давным-давно Много лет назад Для Сказки Голый король Слова там простые Очень Кто их даже В первый раз Услышит Тот сразу Запомнит В припеве Либо ты дурак Либо не на месте Либо не на месте Либо ты дурак Либо ты дурак Либо не на месте Либо не на месте И дурак Заучите Пригодится Когда-нибудь Один наш знакомый Я Вспоминаю Частенько Эту историю Он Был Ну и сейчас Является Руководителем Большого Холдинга Московского По недвижимости И он утверждает Что если он Начинает заседание Совета директоров С прослушивания Этой песни То КПД Работы Этого заседания Сильно повышается Это не я придумал Это он Поехали Когда глаза Таращат страх Решается не всяк Набравшись смелости Сказать Я вижу Это так Трусливый Замирает дух Куда надежней Тонкий нюх Когда приходится Всерьезicated Одно из двух Либо ты Дурак Либо не на месте Либо не на месте Либо ты Дурак Либо ты Дурак Либо не на месте Либо не на месте Либо не на месте Либо дурак При больно Дерзким Лавкачам У короля Служить Мегко Искуснейшим Качам Камзом Извести Жить Придворный Люд Средvais Готов Носить его Без лишних Слов Но голым Голом Назвай Ищите Дураку Либо ты Дурак Либо не на месте, либо не на месте, либо ты дурак Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте И дурак Парам-парам-пам-пам Фасон, хитёр, легка рука, пикога, фрэп, лиссе Пусть люди видят дурака во всей его красе Прозрачной ткани не сыскать Мы не напрасно взялись ткать, чтоб поп-народ В конце концов о короле сказать Либо он дурак, либо не на месте, либо не на месте Либо он дурак, либо не на месте, либо не на месте И дурак, либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте И дурак Александр Иванов Субтитры создавал DimaTorzok Давай еще свернем куда-нибудь Как чудесный вперед Под качанье фонарей Музыкальные шкатулки Незакрюченных дверей И как трепетный во мраке Им внимают, не дыша Одинокие собаки Заплутавшие пляки И ночные стража По всей округе Мирно спятся круги Их сны упругие Синие шары И мы все кружим В эту ночь мы тружим Давай еще покружим до зари Одинокно-театральный Шиллер бронзовый срок Как намек официальный На колорство и любовь Нашей встрече печален Как примерный семьянин Он, конечно, гениал Но немного театральный Этот важный господин Ах, милый классик Да, немного поздно Смотреть на звезды Сном не дрожа Но как же я тем Этот путь во мраке Где лишь собаки Мы и сторожа Пайда-папайда Пайда-папайда Пайда-папа Па-па-па-па-па-па-ра Но как же я тем Этот путь во мраке Где лишь собаки Мы и сторожа Дорогие, с наступающим годом Собаки вас! Вот мы спели песню про собак И закончим наш концерт Песню, которую очень давно не исполняли Но специально, чтобы вот сегодня Всем нам было хорошо О чем вспомнили Александр Медведенко С наступающим вас Новым Годом В прокуренном театре Без рампы и кулис Где вовсе непонятно Кто зритель, кто артист В бездарной пантомиме Коротких южных зим Коротких южных зим Неслышно и незримо По времени скользит Как странно, без участия Без слов и без вины На собственные страсти Смотреть со стороны Как кровь обыкновенной Разучивать печаль Прощай, мой друг бесценный Единственный прощай Прощай, мой друг бесценный Единственный прощай Безмолвно, словно тень Мы тычемся в углы И души, как растенья От льдинок тяжелы Зимой все началась Зима поставит крест На том, что не менялось От перемен и мест Как странно, дни и ночь Без слез и суеты Отыскивать средь прочих Знакомые черты И вновь всю ту же сцену Молчаньем очищать Прощай, мой друг бесценный Единственный прощай Прощай, мой друг бесценный Единственный Как странно перед ветром Распахивать пальто И снова беззаветно По-детски верить в то Что новогодний хвой Средь всякой кутерьмы Окупится с лихвою В безмолвые зимы В прекрасном белом фальсе Описывать свой круг И из грехи бенгальской Взлетать из чьих-то рук Что под цветы на стену Ложись, трепещай Прощай, мой друг бесценный Единственный прощай Прощай, мой друг бесценный Единственный 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 Спасибо. Тоже вполне себе песня для финала подходящая. Юли Ким, русский композитор Юли Ким, латышский композитор Ромуальд Гринблат и вот гавайская гитара укулеле и старейший укулелист в России. Блестящий. Евгений Быков. В чистом, в чистом поле ветер, свищет в синем, в синем небе коршун рыщет, а мой конь, белый конь, едет, едет, едет шагом над рекой. Ветер свищет для забавы, коршун рыщет ради славы, а мой конь, белый конь, едет, едет шагом, едет шагом над рекой. Ветер, ветер свистнет, задохнется, коршун, коршун рыскнет, да вернется. Мой конь, белый конь, он все едет, он все едет, он все едет, он все едет, над рекой. Над рекой, над синей речкой, белый конь, звенит уздечкой, что слава, что забава, нам бы поле, нам бы поле перейти, друга верного найти. Кому влево, кому вправо, кому с нами по пути, кому влево, кому вправо, кому с нами по пути. Спасибо! Спасибо, дорогие друзья! Подходите за новогодними подарками к Евгению Быкову. И до новых встреч! 2-го числа и 7-го числа мы ждем вас на детских концертах здесь, в Гнезде Глухаря. Мы с Димой Богдановым будем петь детские концерты. Приводите детей и бабушек. И с наступающим вас Новым годом!